Тамбовчанка Алина Чурбакова обращается к главе региона Максиму Егорову за содействием в развитии спорта в регионе. Девушка возглавляет региональную федерацию воздушной гимнастики и отмечает, что в последнее время этот вид спорта становится всё популярнее. У нас 120 спортсменов, которые занимаются в городе Тамбове. Наши дети приезжают на турниры с российским, между региональным, региональным уровнем и также на международные соревнования. Одна из проблем, с которой сталкиваются спортсмены – нехватка помещений для тренировок. Максим Егоров поддержал идею заявительницы по поводу дальнейшего развития нового вида спорта и поручил профильному областному министерству оказывать федерации содействие. Конечно же, будем помогать. Понимаю, что спортивным служениям просто не хватает в городе. Спорт нас любит. Как вы знаете, в части вовлечённости наших граждан взаимаем второе место в Российской Федерации, опережая многие субъекты Российской Федерации. Поэтому давайте мы будем помогать вам. Поддержку получила и просьба жительницы посёлка Строитель. Она обратилась к главе региона, секретарю рекотделения «Единой России» с вопросом об установке детской площадки в микрорайоне Северной. Благодаря совокупности тех решений, которые мы с вами принимали, ваши личные поддержки, городской бюджет, областной, мы беспрецедентно в этом году делаем. Но с учётом благоустройства этой территории в рамках проекта регионального «Дорог к дому» мы посмотрим, как усилить там именно игровую зону для детей. Там до 12 лет и... Ну, посмотрим. Да, это будет такая точка притяжения. Спасибо. С ещё одним вопросом по поводу детской площадки обратилась жительница одного из домов по улице Колхозная, что в Тамбове. Здесь детская площадка есть, но она никак не освещается. Впрочем, ещё в ходе подготовки к личному приёму вопрос удалось решить. В ближайшие дни управляющая компания установит во дворе более мощные светильники. А в Никифоровской школе номер 2, где, по словам заявительницы, спортзал нуждается в ремонте, вскоре проведут долгожданные работы. Уже принято решение о предоставлении субсидий из бюджета региона на эти цели. Хочу обратиться к коллегам из партии. Давайте как отремонтируем. Мы с коллегами Павла Михайловича, он подключится, и с коллегами из школы. Посмотрим, может быть, мы от партии подарим какой-то или спортивный инвентарь дополнительный, может, тренажёр. Планируется, что отремонтированный спортивный зал начнёт функционировать с 1 сентября следующего года. Юлия Савушкина, Михаил Мальцев, Александр Кобзарёв, Область новостей.